Вопрос номер 54-449 Попись Юрия Иерусалим Уважаемый Раф, большое спасибо за ответы Как евреям относиться к китайским мастерам? Анонс Как относиться к китайским мастерам, возможно, обладающим особой энергией, способны влиять на людей и предметы? Немножко длинный нонс, но может так, как исключение Как относиться к китайским мастерам, возможно, обладающим особой энергией, способны влиять на людей и предметы? Категория 10, дополнительная 7 Хочу сказать и похвалить вас, что вы очень грамотно написали Не с точки зрения грамотности в русском языке, хотя это важно Но как бы это не суть дела А грамотно вы написали так, чтобы сформулировать Как относиться к китайским мастерам, возможно, в действительности, обладающим особой Мы написали возможно, в действительности, то есть как бы, может быть да, может быть нет Это уже хорошо, уже неплохо То есть мы уже с вами не находимся в пространстве религии чужой Возможно, там где возможно, там не совсем религия Так что это уже хорошо А теперь это слово возможно немножко уточнить Прежде всего, на самом деле, это, в общем-то, сказки Никаких этих мастеров нет, которые китайских или не китайских, или индийских, или тибетских, или кого хотите Которые обладают особой энергией, которые способны влиять на людей и предметы Есть такое понятие, мы в детстве с вами знаем, с детства знаем хорошо Это называется сказки Это сказки Но мы выросли, мы уже не дети В нашем мире есть другое явление И оно называется реклама То есть речь идет о рекламе Не обязательно самих китайцев, кстати, или индийцев А людей, которые чем-то загорелись, хотят найти костыль Я буквально цитирую пророка Ишаягу Или Ирмиягу Наших пророков Находят костыль, чтобы опереться Ну, трудно, ну, плохо, непонятно В самой Торе предсказано, что эти всякие мировоззрения и религии Лучше все будет идти издалека Чем дальше, тем лучше Чем дальше от тебя, тем все оно как-то красивее кажется И рекламу легче продвигать Потому что доказательств нет Никто не видел, ничего не известно, а хочется И все И вот уже есть мастера, которые двигают предметы Влияют на людей, знают будущее Лечат Я буквально, может быть, молодежь сегодня не помнит Но я еще прожил этот бум Бум, рекламный бум, взрыв Каких-то филиппинских хирургов Которые вот так движением руки Разрезали без наркотиков Из всего животы И лечили и прочее Вытаскивали желудок Прочищали его, ставили обратно То есть полный бред Но это же я жил в Москве То есть 40 лет назад Полный бред Но я слушал лекцию об этом В неком таком сообществе Неформальном, как теперь говорят И лекцию дочитал доктор наук По биофизике Не доктор наук по истории Или там по математике А по биофизике Как раз в этой области Которые в этом, в общем-то Я помню, горящие глаза Его и некоторые слушатели Полный бред Полная ложь Сказки Но подкреплялась видеозаписами Тогда еще не было современных видео Были старомодные эти видеозаписи И не понимали бедные люди Что видео можно превратить Что на самом деле вместо видео Просто сценарий и кино тебе показывают Как-то грезы Голливуда Выдумки Сегодня с помощью фотошопа Вообще можно все что угодно показать Того, чего нет И поэтому Нужно прямо сказать Нет этих людей И ничего такого нет Но среди людей Есть разные дунки Извините за тавталон Это понятно Есть люди У которых собственная сила воли Достаточно большая Есть люди тренированные Дисциплинированные Есть люди, которые Неплохо понимают других людей Говорят то, что тем надо Говорят то, что похоже на то, что им надо Умеют говорить убедительно Не обязательно долго и много Иногда Два слова Можно сказать А если кто-то помнит Главу про Бендера и Воробьянинова По уговариванию Сдать деньги на их Подпольную деятельность Фиктивную, конечно То Бендер пришел Был такой герой Это в 12 стульях Ильфа Петрова Пришел к этим Несчастным жертвам По собиранию денег у них А своему партнеру Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову Велел Ты молчи Только надувать щеки И шевелить усами Потому что в любой момент Глупость мог бы сказать Но тогда ты важный Ты серьезный И вот Он представил его Как Что он Отец Русской демократии И тому подобное То есть он Великий человек Значенный И тогда И все на него смотрели А тот ничего не говорит Это важное лицо И надувание щек И так далее Создает впечатление Сегодня это уже технология Сегодня уже знают Как это делать Так вот эти Китайские мастера И индийские Всякие йоги И тому подобное И тому подобное Гуру И так далее Люди которые Учились этому Или сами Что-то изобрели Люди иногда Неординарные Что вполне естественно В Китае Полтора миллиарда людей Естественно Там можно набрать 15 человек Необычных В этой области Способных И так далее Но нет ничего этого Ничем не владеет Никакой энергии у них нет Кроме Дисциплины Как я сказал У некоторых Так сказать Способ Такого Социального Что-ли Гипнотизирования Способ убеждения Помните В России Было ли там На территории Бывшего Советского Союза Бредовые передачи Некого Кашпировского И так далее Ничего там нет Вообще Даже особенного Ничего нет Просто нужно Способность иметь По Так так сказать Владению Вниманием Масс Иногда ты можешь Владеть Одним Человеком А иногда Как некоторые Политические Деятели Особенно Раньше Да и сегодня Могут Выйти И на тебя Смотрят 50 тысяч Присутствующих Или 300 тысяч Или еще Больше И ты умеешь Говорить правильно Так как Нужно Людям И со всеми Комбинациями Необходимых Качеств И люди За тобой И в вагоне В воду Пойдут Это не говорит Плохо о человеке Человек может быть Очень хороший Интересный Это не говорит Хорошо о человеке Он может быть Абсолютным Негодяем И так далее Это ничего не говорит Кроме того Что люди Разные бывают И среди них Бывают и такие тоже Никакие они не Как вы написали Китайские мастера Все это ерунда Все это сказки Но я повторяю Это просто есть люди Относительно необычные И ничем не надо Заниматься Из того что Вы говорите Изучать и практиковать Вы написали Категорически не надо Категорически нельзя Это все Опять же Мы уже говорили Не раз Не потому что Это вредно Это вредно Зачастую это вредно Но допустим Даже что-то там Есть правильное Скажем Научить тебя Сидеть хорошо И дышать хорошо И без китайской Мудрости Тоже можно научиться Сидеть хорошо И дышать хорошо Допустим Чему-то научили Но потому что Ты смотришь на них Что это мастера Что это учителя Что получается В Торе Есть нехватки Недостатки И Уста не могут сказать Но я произнесу В учебном плане У Всевышнего Может быть уже Недостатки Он не все нам мог раскрыть Нужно через Китай Чтобы к нам это пришло Я повторяю В этих областях Это не имеет никакого Отношения К науке К развитию Технологии Это в любой стране Может быть Это само собой Что здесь Тут еврейство Ни при чем Вообще И Всевышнего Не надо впутывать Ни в технологии Ни в науку Ни в какие такие дела Это не имеет значения Но когда мы говорим Уже о влияниях Мировоззрении О каких-то духовностях И прочее И прочее Это очень-очень вредно Хотя сразу не видно Но это подтачивает Вы знаете Червячок Дерево подтачивает Потом дерево Загнивает И оно стоит все равно Потом ты подходишь Так Раз Движение руки Дерево разлетелось И улетел Вот это вот И смотреть на все эти Восточные вещи И так далее И так далее Тут нужно очень и очень Осторожно В том смысле Чтобы этим не заниматься Вообще Иногда Кто-то Что-то Может Какие-то элементы Воспитывать себя Но нужно тогда Как-то С консультацией Очень каких-то Больших Наших учителей Я бы рекомендовал Не заниматься Никому Ну а если кто-то Может консультироваться С большими учителями И те ему разрешают Этому одному человеку Что мне сказать Но это игра с огнем В любом случае Всем хорошего здоровья И без китайских мастеров И нигде не видно Чтобы там здоровье Было лучше Чем в других местах Статистически И нет чудес Никаких И нет излечения Никаких Есть реклама И есть Есть Мы говорим о медицине Сейчас Что в Китае Например Есть своя почва Своя атмосфера Своя жизнь Свои растения Свои методы И они За несколько тысяч лет Накопление опыта Могут приводить К каким-то результатам В Китае Для китайцев Как правило Особенно Серьезного результата Нигде нет В других местах Потому что все другое Не было что-то плохо Или хорошо А нужно всюду Накапливать Свои опыт Всего доброго До свидания И опять же Хорошего здоровья Всех Продолжение следует...